МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актёрами российского дубляжа мультипликационного фильма «Рио» стали актёр Павел Деревянко и ведущие утреннего шоу Европы Плюс «Бригада У». Попугай Блю. Его так зовут в американской версии. Порода у него ара. Эй, мы последние в своём виде! Он выглядит как настоящий ара. У него вот такой вот нос. Ты всё рассказал о себе! Да, я не летаю, я ковыряю в клюве и иногда пейсо и в поилку. В оригинальной версии у моего героя очень высокий тембр. Высокий какой-то чёткое исполнение всех фраз, слов и предложений. О, как я хочу в свою клетку с зергальцем и с колокольчиком. Думаю, что всё-таки после этого эксперимента меня больше не пригласят никого озвучивать. Спокойно, голубчик, это у тебя в крови. Раз наши бесперые друзья могут, значит и мы. Прикольно, да? Да, очень. Домашний попугай-голубчик не мечтает о воле и живёт душа в душу со своей обожаемой хозяйкой Линдой в небольшом городке штата Миннесоты. Подражает звонку будильника, чистит по утрам клюв и радуется жизни. Он может работать на компьютере и рассекать на скейтборде, но совсем не умеет летать. Неожиданно выясняется, что голубчик особенный. Он последний самец в своём виде и поэтому должен отправиться в далёкое путешествие, где живёт ещё один попугай вида Синий Ара – «Прекрасная жемчужина». Я сделаю тебя неотразимым. Она как ангел, спускающийся с небес. На горле стоишь. Похоже, им нужна помощь. Я тут совершенно ни при чём. Но, согласись, песня классная. Давай, Лайдер. Моя героиня такая прям современная девочка, да? То есть она такая особо свободная, она именно особа. У меня что, паук на спине? Просто листок. Листок. Мужчина ей нравится. Ей нравится с ними кокетничать. Всё такое, но рухли ей не нужны. Стой, что ты делаешь? Выбирайся отсюда. Зачем? Клетка же классная. Прекрасно. Прикованок я единственный неретающий птиц в мире. Бедного голубчика вначале не воспринимает. Потому что, ну что это такое, мужчина, который не умеет каких-то элементарных мужских вообще дел, да? Вот летать. Это так просто. Расплюнуть. Толщок, подъём, полёт. Всё, давай. Нет, нет, стой. Давай, голубчик, ты сможешь. Я смогу, я смогу, я смогу. Я не могу. Я не умею. Нет, да! Я умер? Нет. Мы ещё живы. По неволе неразвучная парочка оказывается на шумных улицах Рио. Но как только между голубчиком и жемчужиной возникают симпатии друг к другу, их снова похищают. И только благодаря своим новым друзьям, жёлтой канарейке Нико и командора Найчела, им удаётся сбежать. Это не опасно? Да ерунда! Если что случится, орите погромче! Я плохо слышу в этой штуке! Не волнуйтесь, он профессионал! И почти ничего не вижу! Кошмар! Нико, он более предметный, более серьёзный, и более по теме, как мне показалось. Был большим сюрпризом узнать породу этой птицы. Это птица-кардинал. Мы долго думали, кто это. Ятел? Или разновидусь попугая? Оказался кардинал Педро. Главное, что у них классное отношение с моим канарейкой друганом. Они ему дают совету, этому голубчику, как нужно очаровать девушку. Педро дурит, а не хоть дело предлагает. Его в оригинале озвучивает Вилл Аэм из моих любимых «Блокайт Пис». Он такой немного вальяжный, немного хулиганистый, модный. Мне кажется, мы с ним как-то похожи. Гидо, гиды, 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 гилда, деды, деды, д guest. May the first girl runn The Polтерians Take her, take her to the floor. Show her, show her how you row. Everyone get it from fire Get up and get on the ride Dance with a string Rom ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА